ПАВЕЛ СТЫГНИЙ Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами я, Павел Стыгний, психолог, психотерапевт, мастер системного моделирования. Сегодняшнее видео является продолжением цикла под названием «Запретный плод». Этот цикл посвящен изложению основных положений моей авторской концепции сексуальности. Сегодняшний фрагмент будет посвящен непроизвольной эрекции. Правда, предупреждаю сразу, представления, которые я буду излагать, довольно сильно отличаются от уже существующих и общепринятых. Для того, чтобы рассказать о непроизвольной эрекции, я сначала вам напомню о представлениях, которые на первый взгляд никакого отношения ни к эрекции, ни к сексуальности не имеют. Мы из школьного курса природоведения знаем, что Земля – это большой магнит. Может быть, кто-нибудь из вас вспомнил иллюстрацию из учебника природоведения, где огромные силовые линии идут вдоль поверхности Земли. Итак, Земля – это большой магнит. Но и человек, каждый человек, вы, я и все, кто вокруг нас, тоже являемся магнитами. В основе моей концепции лежит предположение, что в момент взаимодействия мужчина и женщина проявляют свои магнитные свойства. При этом, если магниты расположены одинаково, то есть и у мужчины, и у женщины плюс сверху, а минус снизу, то между ними происходит, как и между обычными магнитами, отталкивание. И наоборот, если у мужчины плюс снизу, минус сверху, а у женщины плюс сверху, а минус снизу, происходит притяжение. По моим представлениям, в большинстве случаев, как тенденция, поток мужской энергии идет сверху вниз, поток женской энергии идет снизу вверх, поток мужской энергии идет от неба к земле, поток женской энергии идет от земли к небу. Еще раз подчеркиваю, это как тенденция, как наиболее часто встречающееся проявление. Нисходящий поток мужчины частично задерживается в районе гениталий. Именно накопление энергии в этом районе приводит к явлению, которое дало название нашей серии непроизбольной эрекции. В свою очередь, восходящий поток женщины проходит через ее тело по позвоночнику и частично задерживается в районе головы, в районе мозга, в районе верхней части ее тела. Наблюдая проявления женщин в тех или иных сферах их деятельности, в том числе и в сексуальной, я пришел к выводу, который очень может удивить тех, кто меня слушает. Я пришел к выводу, что женская непроизбольная эрекция происходит не в районе гениталий, а в районе головы. Я называю это явление грацием мозга. Но, конечно, я подразумеваю под этим не только мозг, а всю верхнюю часть женского тела. Итак, подведем определенные итоги. Первое. Человек – это магнит. Его тело и его душа проявляют магнитные свойства. Второе. При взаимодействии мужчины и женщины магниты должны иметь разную полярность. Только тогда произойдет притяжение. Если же магниты имеют одинаковую полярность, происходит отталкивание. То есть, сексуальное взаимодействие как притяжение возможно только в том случае, если мужской и женский магниты имеют разную полярность. Третье. Мужская энергия идет сверху вниз и частично задерживается в районе гениталий, нижней части мужского тела. В свою очередь, женская энергия идет снизу вверх и частично задерживается в районе головы, в районе верхней части ее тела. Четвертое. Мужской нисходящий поток приводит к накоплению энергии в районе гениталий, что вызывает явление непроизвольной эрекции. То есть, возбуждение мужчины без наличия в его окружении в этот момент какого-то сексуального объекта. У него просто появляется избыток энергии, который проявляется в виде эрекции. В свою очередь, женская энергия поднимается снизу вверх и накапливается в районе головы, верхней части ее тела. Накопление этой энергии приводит к повышению активности этого района и в первую очередь активности ее мозга. Это явление я называю женской непроизвольной эрекцией. Иногда я использую термин «эрекция мозга» как синоним термина «женская непроизвольная эрекция». Упреждая возможные возражения, я хочу подчеркнуть, что все то, о чем я сейчас сказал, это всего лишь тенденции, которые проявляются массово в общей массе мужчин и женщин. У конкретных мужчин и женщин все может быть иначе. То есть, у мужчин может быть эрекция мозга, а у женщин может быть эрекция гениталии. Кроме того, эти представления в определенном смысле согласуются с существующими представлениями о маскулинности, мужественности и феминности, женственности. На сегодня все. С вами был я, Павел Стивний, психолог, психотерапевт, мастер системного моделирования. Всего наилучшего, друзья. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok